Добрый день, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу, как списать кредиторскую задолженность предприятия на УСН в программе 1С Бухгалтерия 8 редакций 3.0. Здесь вот у меня есть задолженность перед ООП про торг и я эту задолженность буду списывать. Для списания задолженности мы используем документ корректировка долга, найти его можно в разделе продажи, корректировка долга, либо в разделе покупки, тоже корректировка долга. Здесь нам нужно создать новый документ, вид операции будет списание задолженности, списать задолженность поставщику. Далее выбираем поставщика, у меня это про торг и здесь можно в табличной части заполнить остатками по взаиморасчетам. Если здесь выходит несколько документов и какой-то из документов вам не нужен, то его можно удалить, просто нажать на правую клавишу мыши и нажать на кнопку удалить. Здесь у меня только один документ, я буду списывать именно его. Далее нам нужно перейти на закладку счет списания, здесь мы указываем счет 91.1, прочие доходы, прочие доходы и расходы. Здесь у нас будет списание дебиторской и кредиторской задолженности, если нет перечни, можно по кнопке создать, создать и выбираем. Реализуемые активы мы не заполняем. Нажимаем провести, смотрим проводки. Здесь у нас формируется проводка 96001, кредит 91001 на сумму списания 18440 и также формируется регистр расхода при УСЭН. Но в книгу сейчас здесь ничего не попадает, потому что здесь у нас по этому документу идет проводка только на бухгалтерский учет. Для того, чтобы попала в книгу и была списана данная задолженность, нам нужно сделать запись книги доходов и расходов. Для этого мы переходим в раздел «Операции» и вот здесь вот у нас есть записи книги доходов и расходов. Создаем новую операцию. Здесь у нас будет заполняться закладка «Доходы и расходы». Указываем дату, указываем, что это доходы по списанию кредиторской задолженности. В доходах нам нужно указать сумму 108 на 440. Здесь у них вид будет приниматься и доходы всего тоже 108 на 440. Нажимаем «Провести». Здесь сам документ никаких проводок не формирует, но формирует запись книги учета доходов и расходов. И вот здесь эта сумма показывается книги учета доходов и расходов. Также если мы сформируем саму книгу, раздел «Отчеты», «УСЭН», «Книга учета доходов и расходов», «Сформировать», здесь вот у нас есть доход по списанию кредиторской задолженности на сумму 180 440 рублей. То есть он здесь тоже в книге проходит. Вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 мы можем списать кредиторскую задолженность у предприятия на упрощенной системе налогообложения. А если вы хотите узнать больше про учет на УСЭН доходы минус расходы, то записывайтесь на мой курс «Азбука бухгалтера на УСЭН». Ссылку на этот курс вы найдете под этим видео. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. И заходите в мои группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго. И до встречи в моих следующих видео. До встречи в моих следующих видео.